Привет! Вы на канале Иришка Мини. Я бы хотела сегодня вам рассказать, что вчера у Локи я обнаружила, что у него яичко одно. Оно как бы очень большое и твёрдое. Ой, Локи, простите. Снаружи так не видно. Я вчера очень днём испугалась. Вот видите? Хотя сейчас одно больше кажется другого. Ну-ка, надо потрогать ещё разочек. Так, Локи, погоди. Я сейчас потрогаю твои бубенцы. Ты не убегай, пожалуйста. Вот так. Трогаю. Угу, всё понятно. Короче, и вчера одно яичко было прям настолько большим и опухшим, твёрдым, просто жесть. Я испугалась. Я подумала, то есть это архит, может быть, почитала в интернете, либо же опухоль яичка. Ну, я уже расстроилась. Думаю, по-любому придётся к врачу уже вести. И уже, наверное, врач мне скажет, ротолог, что точно, наверное, либо опухоль, либо архит. Непонятно. Лечить или делать операцию. Короче, я испугалась. Мы вечером шли там, гуляли. А, я не вечером, а к маме мы ездили. Приехали вечером. Я опять потрогала его золотые пупчики. Жолотые орешки потрогала. И, знаете, вчера вот этого штучки опять не было. Ну, не было. Не то, чтобы не опять. Не было. Утром потрогала тоже нет вот этой большой штуки. И сейчас вот трогаю. Они такие мягкие. Ничего не твёрдые. Как бы обычные яички. Всё в порядке. И я успокоилась, потому что я вчера так испугалась. Думаю, блин, да что ж такое? С Локи не всё в порядке. Там Мигелечка спит, видите? Мыши. Крыса-мыши. Как вот тут? Вот у моё зойки. Миги-юнь. Да. Сука-жи, мамочка, отстанет нас по зёжке. Мы тут спим. Ой, ещё и пищать будешь? Ты ещё пищать на меня будешь, мыша? Вреднюха. У нас Мигель вообще голосистая крыса. Тут что? Сразу пикает, разговаривает. Такой пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи. А, этот. Мигелька, да, разговорчивый. А Локи у нас такой спокойный. Он практически никогда не издаёт пища, какие-то звуки, очень редко. Вот. И они подружились. Вы уже видите, они вместе спят тут. У эти просто красавчики. Ну, вы смотрите на эти мойся волосы. Я бы их подвинула, чтобы посветлее было. Ой, вы переезжайте посветлее, чтобы было. Дом, скажи, разрушился. Что произошло? Что произошло? И вот я спокойна, потому что, значит, такое может бывать, то, что у них, может быть, там концентрация вот эта в яичках образуется какая-то. Поэтому они такие бывают иногда твёрденькие. Хотела сказать, если вы постоянно наблюдаете, что у вашего кресёнка какая-то такая твёрдая субстанция в яичках, прям как, ну, прям шарик. И он постоянный, то есть там утром, вечером. Ну, короче, всегда. То это уже ненормально. Ведите крыс к укротологу и пускай он посмотрит. Там либо лечение назначат, либо операцию там назначат. Потому что это может быть и вот рак какой-нибудь яичек. Тву-тву-тву, конечно же. Фу, я и Мигелю тоже потрогала на всякий случай. И получается, какая-то такая запилка. Трогаю гениталии крыс моих любименьких. Ну, а как ещё по-другому вы выявите болезнь? И только трогая поймёте, что у ваших животных что-то не так. Да, правильно. Скажи, правильно, мамочка. Мамочка нас очень сильно любит, поэтому всех лапает, всех трогает всегда. Ой, мой вышиня, моя любимая. Как же я вас люблю, крысы мои. Что насчёт лаки? Сейчас он себя хорошо чувствует. Единственное, порфиринник из носика бывает выделяется. Вон, видите, у него в бокам. Не знаю, с чем это связано. Корм кушает, как обычно. Ну, сейчас покажу. Корм, как обычно. Вот этот Кер Плюс и Комплит. Они у меня тут... Вроде у нас сейчас окно я никогда не открываю. Здесь только вот в других комнатах, чтобы он оттуда-сюда попадал. Но и они у меня по полу не гуляют, поэтому не знаю. В доме тепло на самом деле. В квартире. Уйдем, 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 уйдем. Я не могу. Какая поделесть. Вы у меня такие малыши маленькие. Что? По поводу ингаляции. Вчера был последний день в календаре. Прошло 14 дней, как мы делали ингаляции к рыскам. И скажу так, что Локи мы делали за компанию ингаляцию, чтобы Мигелька не переживала. А вот у Мигельки все равно продолжается вот эта вот икота. Я не знаю, почему это... С чем это связано. И мне сам Ратолк особо не сказал, ну почему он так делает. Просто он сказал, что не должно вот такого быть. Крыса должна ровно дышать. Ну вот такие иногда у него приступы случаются. То есть он стоит как-то на месте и начинает икать, при этом вот как-то дышит неестественно. Хрюка как будто. Ну вот. Ну мы сделаем, конечно же, передышку. Я сейчас, не знаю, недели на две, может, сейчас опять передышку сделаю, чтобы не постоянно с Олей удышать. И потом опять начнем делать ему ингаляции. Малышня! Малышня малышная! Малышня! Ты что такая сегодня? Вот. Что вам еще такого рассказать? Я тут хотела себе сделать перестановку в комнате. Давайте покажу. Вот смотрите, как у нас сейчас... Ой! Как у нас сейчас устроено все. Тут у нас кровать. Там у меня комод, мы с моими вещами. Дальше идет стол с крысами. Видите, стол практически... Клетка занимает весь стол. Я там не могу ничего и поделать. Я хочу, знаете, создать себе такую зону, чтобы купить такое угловое зеркало, чтобы, знаете, луки снимать. У меня, конечно, есть вот это зеркало, но мне не нравится оно, потому что на заднем фоне видны все вот эти клетки, вот эти... Тумбочка, кровать. Ну, все. Как бы если бы я снимала свой образ, да, смотрите, в чем я сегодня одета. Там, в инстаграм, в стори снимать. У меня же девочку, мне хочется показывать там хвасты со своими вещами, или просто смотреть, как она красивая сегодня. Ну, короче, вы поняли. Я хочу себе угловое такое зеркало купить, знаете, оно стоит переносить, можно. И как-то освободить вот этот угол, потому что он белый у меня такой. Было бы прикольно, чтобы я такая стояла, снимала на заднем плане такое белое просто пространство, чтобы ничего такого не было. Но возникает вопрос, куда, что поставить. Мы делали перестановку, вот этот комод мой к стене туда двигали, и перевернули его вот так вот. И стол сюда подвинули. Ну, вообще была жесть, вообще некрасиво, ничего. Тут оставался маленький такой вход для кресла, но это было ужасно. Там мое бы вот это кресло на самом деле не влезло, там маленький пуфик бы только влезло. Такое пространство маленькое. Некрасиво смотрелось, сейчас еще более-менее вот так вот выглядит. Поэтому не знаю, и клетку. Если купить для клетки такие передвижные колесики, чтобы клетку ставить, ну, клетку можно было 100 поставить, ну, допустим, даже если так и было бы, то крысы, как они выйдут? Сейчас они хотя бы могут выйти, смотрите, тут картоночки такие, по картоночкам пройтись, и он туда там прогуляться, да? Хотя они редко это делают. А что? Если будут колесики, то крысы не смогут выйти. Ну, если они не смогут выйти, то куда-нибудь сюда, да, на кровать сразу, чук-чук-чук, по кровати побегать и обратно. Ну, в принципе, тоже вариант, но тогда им придется стол вообще просто убрать, ну, или выкинуть, ну, куда-нибудь убрать просто его. Комод тогда. Комод, представим, что даже останется здесь. Клетка будет передвижная, например, здесь стоять. Ну, или там ее двигать можно, неважно. Не знаю, короче, я хочу просто вот этот угол белый освободить, чтобы было классно. Пока не знаю, ну, как я сказала Андрюхе, что нужно сначала купить зеркало, а потом уже мы определимся, куда, что поставить. У нас еще в коридоре есть место, ну, как, вот коридор, смотрите, кровать стоит, она занимает дохрена место. Мы ее купили для гостей, когда гости там приезжают, там, с другого города, они ночуют у нас. Вот у меня сушилка стоит. Здесь маленькое пространство, там комната без ремонта, мама Андрея, она не в ремонте, если что. Вот маленькое пространство стоит. И вот сюда, если подвинуть кровать, то будешь вот тут ударяться, вот об эту штуку, ногами постоянно ударяться, мы так уже делали. Вот тут еще есть место для зеркала. Вы бы сказали, ой, у тебя же есть зеркало, снимай тут луки. Но посмотрите на задний план, куртки висят, все вот это висит, некрасиво, темно, ничего непонятного не видно, мне не нравится. Я хочу так, знаете, чтобы красиво, светленько было, чтобы можно было делать фоточки. В общем, не знаю. А еще мы тут сняли, смотрите, кухня у нас, цветочки, Андрюшки, до сих пор стоит, мне кажется, это уже даже третья неделя пошла, цветы все стоят, вообще красота. Сегодня хорошая погода, посмотрите, какая прекрасная. И мы сняли телевизор, ой, надо закрыть. Закроем. Мы сняли телевизор, потому что мы его не смотрели, только внешний вид портал. Вот, и можно было бы вот на фоне вот этой стены снимать, но мы его так примерили, тоже некрасиво смотрелось, во-первых, и темно, как-то некрасиво. Самое идеальное, это у меня в комнате, мы там просто примеряли. Как-то такие вот дела. Не знаю, ребят, если у вас есть какие-то варианты еще, вот вы мою комнату увидели, куда, что, как пристроить, или может вы придумаете, что с клеткой сделать, как это, потому что мы с Андреем думали, думали, никак не придумали, чтобы придумать. вот такая вот сегодня, я пришла мне, ну не пришла в голову, я вам рассказала. Вот контейнер от ингалятора, сам этот аппарат, не был лазер, надо будет убрать. Ой, смотрите, вот еще мосечки. Кто такие, ой, кто такие красопеты? Мигелита, ты, Моника, я ходе у меня, я ходе у меня, вот такие теплые, хвосты такие длинные. Ой, Соня, вот постоянно спят и спят, спят и спят. Приходится их вот насильно доставать, чтобы на кровати хотя бы посадить, там с ними немножко поиграться, там погладить их, чтобы они со мной потусовали, и потом они опять уходят. Хулигашки маленькие. Что из новостей пока что? Я хочу записаться на чистку зубов, потому что я уже, наверное, года два не была. Последний раз, когда я была у стоматолога, у меня тут типа откололся кусочек зуба. Вот этот. Ну, он мне немножко подпилил, там сравнял, чтобы ничего там не задевалось, не кололо мне. И тогда я делала чистку последний раз. И вот уже как два года прошло, я заметила, что у меня уже, когда я чищу зубы, налет по краям, вот тут вот, до конца не счищается. Обычно, когда я языком по этому, по зубам провожу, то я понимаю, что, ой, чистые зубы, керористально чистые. А тут провожу после чистки, тщательные, то все уже, налет не смывается до конца, поэтому нужно записаться к стоматологу на чистку. Это минимум пять косарей, потому что вот Андрей в том году делал чистку, пять тысяч стоит чистка зубов. Самая такая дешевая, пипец, блин. Цены, конечно, зубы всегда дорого. Плюс мне нужно сделать стельки. У меня есть специальные стельки ортопедические. Вот. У меня на ногах шишечка, вот тут, знаете, когда вот пальцы, и у меня вот такая шишка огромная. Вот. И мне стельки нужно носить, чтобы не усугубить. Вот. Рост ее. И как бы у меня уже были стельки, ну и до сих пор есть. Пять лет уже прошло, а эти стельки на пять лет рассчитаны. Мне нужно заменить, потому что я уже чувствую, когда хожу, вот эти подстерлись уже как-то, и нога быстрее начинает уставать. Ну, короче, мне нужно заменить стельки. А эти стельки тоже стоят где-то, где-то от шести до восьми тысяч рублей. И вот мы ждем, когда в этом месяце должна прийти мне от Ютуба денежка десять тысяч. и... Ну, Дреем уж что придет. И вот мы сейчас сначала думали стельки сделать, но теперь мне еще надо зубы чистки, чистку зубов сделать. Короче, не знаю, деньги разлетаются, как пирожки горячие, хотя денег не так уж... Хотелось бы больше, конечно же, на все денег. И это хочется, и хочется и что-то купить. Я хотела купить маме в подарок посуду подарить. Знаете, цвета Тифани такие вот, посуду. Вот сейчас она вроде в моде, постоянно заходишь куда-нибудь, в Икеа я видела. Там расцветок таких много, и кружки, и посуды много. Я думаю, ой, маме, как раз вчера в гостях была, спросила, что бы ты какую посуду по цвету хотела? Она такая, вот так, как у тебя наушники, у меня наушники такого цвета красивого. Вот, и это... Хотелось посуду маме купить, и себе кроссовки купить хотелось, потому что у меня уже беленькие протерлись, мои носы там, дырочка в носах. И когда я в спорт хожу заниматься. Вот, что-то хочется, сейчас еще погода такая ля-ля, хорошее настроение. Сегодня, вон, видели солнышко, а после сегодня плюс 16 градусов, а послезавтра будет плюс 21. Правда, дожди обещают на эти два дня. Там будет два дня плюс 21 в апреле. Думаешь, ничего себе, почти как летом. Посмотрим, будет ли как летом ощущаться или нет, потому что может быть и ветер холодный, и дождь там обещают. Будем дома, наверное, сидеть. А сегодня такая прикольная погода. До вчера тоже была, мы к мамике ездили. Вот. Что-то еще хотела рассказать, забыла. Что вам рассказать хотела? Вот прям за головой вылетело. А, заказала себе на Алиэкспрессе новые купальники. Ну, мы ходим в этот фитнес-клуб, там есть бисейн, я купаюсь. И мне уже надоели мои купальники, хотя их дохрена, там больше 10 штук у меня. Там, и я заказала себе новенькие. Придет, когда придут, я вам сниму на YouTube распаковку. Надеюсь, вам понравится. Вам нравятся вообще такие видосы распаковка шмоток, распаковка чего-то там. Я, конечно, понимаю, что вам больше нравятся распаковки крысам, но у моих крыс дофига всего всяких тряпочек, этих штучек. Я даже не знаю, что им даже заказать. Единственное, что бы я им заказала, это большую акулу. Вот у них сейчас розовая вот эта маленькая акула. Они туда вдвоем не помещаются нормально. Я бы заказала побольше, может, акулу, там есть побольше размер. Но не знаю, тоже 1000 рублей эта акула стоит. Конечно же, немножко жалко денег, ребята. Скиньте донат на акулу, будет вообще приятно. Хотя не знаю, как эти донаты работают, куда скидывают, я даже не знаю. Вот, что еще такого? Да, все вроде бы, никаких пока новостей нет. Вот Слоки перепугался его яичком, но вроде все. Успокоилась, потрогала все. Ну и сейчас буду проверять хотя бы, потрогивать его, что у него и да как. Вот, а насчет шишечки, вот это его, я потрогала уже примерно неделя, прошла там, не знаю, дня 4-5. Она вроде не увеличивается, она просто такая тверденькая. Не знаю, посмотрю, еще понаблюдаю. Потому что, ну, я не знаю, ввести его сейчас к кротологу, а он скажет, ой, надо опять оперировать. И я пока не готова делать вторую операцию, потому что только она была, только он этот шрам зажил, он прям такой идеальненький. И опять резать его, ну, плюс, скорее всего, он опять не сможет полностью отрезать эту шишку. То есть она останется, и эта опухоль опять будет расти, расти, расти. Не знаю, если она станет больше, увеличится как-то, на жизнь повлияет в плане то, что он будет плохо ходить, там еще как-то передвигаться, то, возможно, сделаем. А если сейчас, ну, это может даже и не опухоль, а может жидкость просто как-то скопилась в шишку, хрен знает. Не знаю, пока будем наблюдать. Вот с Мигелем пока вроде тоже все хорошо, единственное, бывают такие приступы у него, но лекарства, я так понимаю, не особо вот эти помогают, тут осталось половина лекарства. Мне написали, что после открытия, типа, 6 часов она, эта штука, действует. Но, как бы, люди, тут есть такие резинки, шприц вставляешь, когда она еле туда вставляется. То есть эти резинки специально и сделаны, чтобы, ну, несколько раз там использовать. Ну, вот, так что успокойтесь, пожалуйста, это мне в ТикТоке написали, вообще уже, как бы, врачи еще те. Если бы оно так быстро портилось, наверное, не продавали бы такими большими упаковками. Ладно, все, на этом выпуск заканчивается, ребят. Спасибо, что посмотрели, пишите комментарии, лайки, активничайте, это очень важно. Это важно, ребят, потому что, когда я захожу, смотрю, видосы нет активности, мне как-то не хочется ни снимать, ничего не рассказывать. Думаю, что я для кого снимаю? Для себя. Для себя я и так все знаю, что у меня произошло. Ладно, все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok